А что он говорит? Он рекламодатель, понимаешь? Человек, который платит деньги. Нет! Прогибаться нельзя. Нельзя, чтобы он ушел. Найдите Регину, желательно от молодую. Все. Как был? Максим. Максим Самойлов. У нас будешь не Максим, а Мак. Как жилей будет? Где работал? На волне. В Астре. Долго? Полгода. Понятно. А зарплатят, конечно, с этим директором поговоришь. Ко мне совсем остальное. Плейлист тебе Джон поможет поставить. Джон? Это твой взлухай. Взлуха режет все. Джон! Джон! Где ты там без дели болтаешься? Появись уже! Машина пришла? Да, пришла. А это кто? Это твой напарник новый. Сегодня у него первый эфир. Серёж? Молодец. Спасибо. А Серёжа где? Сергей уволился. Говорят, москут вовел. В общем, отправляйте. Про штрафы по дороге поговорите. Любая дыра в эфире – это жирный крест в твоей карьере. И на твоей репутации. Накатывать буду не я. Просто предупреждаю. Отправляйте. Далеко ехать-то? Когда-то. Смотря, что задачу дадут. Вроде повезло. 40 минут. А студия за городом, что ли? А ты не пульсит? Ну, ничего, по дороге отнесу. Армен, познакомься. Это Макс. Диджей наш новый. На эту смену, по крайней мере. Если понравится, то и на следующую. Да, главное, чтобы он босса понравился. Я постараюсь. Ну, вот, на новой камере покатаются, пока не продают. А ее продают? Да. Конечно, дорогой. Днем в магазине стоит. Утром и вечером вас катают. Куда мы едем? Студия за городом, что ли? Сейчас вот отсюда посмотришь, выходи. Леж видишь? Вижу. Там трубы слева, а справа антенны. Антенны? Они же длиной метров сто. Какие сто? Семьдесят, шестьдесят? Это радиоцентр номер семь. Слышал о таком? Нет. Глушилка. А эту свободу глушили. В советские времена. Чтобы мы их западный образ населения примерили. А теперь вся эта бандура военная на консервации. Господин Глузин, договорился? На студию вещания, на всю область. И дальше. Где такие лампы и антенны найдешь, а? Далековато за то, сколько экономии. Ни передатчика, ни транслятора, ни антенны сейчас проектина. Поехали еще 20 километров. Это все напрямую, но секретно. Потом кругами, как паскизаны. А это все 40 километров. Садитесь. Мне не сказали, какое обвинение вы меня предъявили. Пока нет никаких обвинений. Вы просто свидетель. Раскрытьте новых факторов. Свидетель, к чему? Давайте договоримся. Вы же знаете, где вы находитесь. Пришли по повестке. Я буду задавать вопросы, вы на них будете отвечать. А потом я могу ответить на ваши, если они появятся. Ладно. Только прошу вас недолго, у меня скоро эфир. Эфир? Передача. Я буду вести передачу на радио, на нашем радио-нафиле. Понятно. Знаете, что это? Какая-то тетрадь? Это дневник. Дневник Максима Самойлова. А, понятно. Мне говорили, что на студии нашли какую-то творчество. Мы полагаем, что это не какое-то творчество, а документальное свидетельство. Мы же вам рассказали, что на день до этого произошли технические проблемы. Поэтому там, на станции, из нашего персонала никого не было. Следствием установлено, что на вашей волне, в указанный период времени, велась радиотрансляция человека по имени Максим Самойлова. Кто-то нашел способ вещать на нашей волне. Воспользовавшись тем, что у нас молчал передач. Я тоже слышала этот безумный эфир. Ни один из наших ребят не стал бы пороть чушь на рабочем месте. Этот человек пробыл на рабочем месте три с лишним недели. Без выходных, в зоне химического отравления. С технически не уравнившим напарником в одном помещении. Это все сказки. Или, как говорят в криминальных фильмах, подстала. Вышло 20 лет назад, в последних числах октября на экспериментально-химическом комбинате чехнологическая авария произошла. Это получилось в ответ на фирму Роганского, который находится в 40 километрах от Икутского и 110 километрах от озера Байпал. По официальным данным, в одном из цехов превышал выбор стволового пластмена. Этот цех дарил несколько суток. Грядно оделась, глядно зеленый куланки у плачевцов не было чудовищно, впадающихся на части недугов. Пожарствовали салфетки, одеты в костюмах и церковной защиты. Власти заметили, что окна и двери лучше не открывать. На улицу не выходи, большой опасности нет, так как ядовитые облаки северо-западной веки уносит прочь от населенных пунктов. Облако унесло кредоцентрой номер 7. В годы коллагольной волны его мегакалатные фирмальдатчики крушили рубежную радиопланетию. А в годы перестройки виние дальней защиты перестало создавать радиопланетий и перекрытывались в обычную констанцию радио Волшовы. Диджей из двух операторов в таком был штат лучшего секретного объекта. Они работали 12 часов восьмены, с 6 до 6 лет. Затем отменяла вновь вторая пара счетчиков. Работа была дежурная, но в то время любая работа была дежурной, мало денежная. Когда выяснилось, что авиацентр попал в зону гарантия, телефонная связь заблокирована. Сменщиков поздравлять перестали, а Диджей и Максима Самойлов или Дугодисерок и уничтожен забыли на три с лишним могиле. Когда страсти улюбили, и только когда авиацентр наконец предавнила 28-й туалетов в коллективной зоне, вместо двух обезонимых считаний немойчества и страха любви, в студии были обнаружены только пустые банки и проконсеров и дневник Максов. Сам автор и его лапами бесследно ущедли. Мы пыскали долго и не успешно. Радиостанция возобновилась на работу через месяц в обычном режиме. Сочетик ветра и анализация рубля до сих пор под запретом на радио. Но заплата сотрудников стала лучше. Играет музыка. Не знаю с чего начать, у меня корчен здесь уже неделю и я решил все записывать в книгах. У меня дурные предчувствия, а с Джоном лучше эту тему не поднимать, он и так ненормальный. Сначала об авторе. Я бедный Робинзон Круза, морской врач, а зовут меня Максим Саводов, 24 лет, русский. Родился я в степях, где искали железные колчета мои родичные геологи. Это потом они потянулись к плодам цивилизации и зависли на этом урановом гиганте на плоте. А до 12 лет я убегал в степь и ловил суслепо. Странно, что это вспоминается только тебе. Пастухи, топоры, отары, запасы дровы и горы в берегенах. Странно, что это значит. Пастухи, топоры, отары, запасы дровы и горы в берегенах. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 В общем, на такой же случай. Срок годности на консервах истек 8 лет назад. И не вздуты. Но однако что-то не то. Я слышу какие-то посторонние звуки. Мы уже три раза пошли всю станцию, но никого не увидели. Да, звуки. Кто-то поет. Какую-то русскую народную песню. Про каких-то птиц. Радио «Восток» в том, что ты готов слушать в любую минуту. Как у меня ряды птицы, три большие птицы поутру. Туга, полистая они, там, где поле длится. И туман цветится, словно белый сетец на ветру. Туга, птица, пела-бела и покойно и светла. Туга, птица, дырзая, как пламя, но сгорит, а ей дотла. Туга, третья, третья. Силет точно не везла. Три птицы я увидит, и не выявился. Три рады птицы я увидит, и не поверился. Я провел запрос вашего водителя Армена Патруева. Ну и что? Ну ты знаешь, что 24 октября он никого не возил в район радиоцентра номер 7. Правильно. Не водил. Передача не лопал. Вы не собираетесь его ремонтировать? Как обычно вы поступаете? Связывается с радиомастером? Это не в моей компетенции. Такие вопросы обычно решает ваша техподдержка. Ваш техдиректор в отпуске. Неизвестно где, и неизвестно на сколько. Владелец вообще за рубеж отправился. Зато я здесь и готова побольше. Но есть вопросы, в которых я не стремла. Почему ты, Семенов, не стал отправлять радиоинженера для отмазки передачи? Потому что никакой поломки не было. Меня и папу. Я, конечно, доказать ничего не могу. Но и вы тоже не можете. Вы только начали нашу работу. Доказательства будут. Не сомневайтесь. Алло, вы позвонили в студию Радио Восток. Хотите заказать какую-нибудь песню? Это я, Милена. Привет, Мак. Чего? Привет. Мы уже почти неделю здесь. Живем какие-то просроченные консервы и сухари. Нам пешком отсюда валить? Тише, тише. Мы делаем, что можем. Тут, в общем, губернатор. Короче, дело не во мне. Это не я и не вы. А повыше. Там вообще об аварии молчат. И нам молчать нужно. Вы до недорожения. Вас вывезут. Когда? Когда вывезут? Мне тут не до политики. Кто там сидит и дальше сидеть хочет? Мне домой пора. И Джону тоже. Он, кажется, скоро совсем же занется. Потерпите пару дней. Я повторяю. И аккуратнее с эфиром. Не сходите с ума. И не говорите лишнего. Они телефон могут вам обрабить. День 9. Телефон обрабили уже неделю. А я все надеюсь. Непривычно и странно. И не по себе. Прямой эфир. Но никто не звонил. Джон совсем сгорел. Съел полмешка сухари. Они из арбейского сухойка. Спирт отробиток. Чтобы мыши не ели. Он решил, что нужно кайфовать. Два дня жил он летать. Потом пошел варь в коноплю. Какая конопля? На юбре в снегу. Он обрабил сухой полыни и начал ее заваривать в кипятку. И он говорит мне. Я сейчас абсент сделаю, как во Франции. Мы договорились, что работать в эфире по очереди. В результате я не знал всю ночь. В ближайство прошлое микрофон. Покал в руках в коридоре. Утром я полез в архивы. Нашел какие-то древние передачи о музыке народов мира. Запустился в перебежку. А сам упал в спальню. И начался это войдет. Продолжение следует... Нормально, нужно что-то делать. Чего сделать? На ковре самолёте полетить. Там посты стоят. Вооружённые. Согаум, будка и щипы на асфальте. А дорога одна. На пешком выведите. Потом в машине. И сколько их нести пешком, дорогая? Это тебе не аюдак, пьяный лагерь, Антек. Здесь, как говорят, ёрк и болото. Они там голодом сидят. Сижуют уже. Не, я на такое не подпишусь. Что тогда делать? Я бы тебе сказал, езжай подальше. Но ты ведь не уедешь? А ты уедешь? Не, я люблю ездить, когда я сам водитель. И бегать не собираюсь. Да, мы с тобой оба герои. А кто они когда-то? Радио Восток. Мы на Востоке. Мы на Западе. Это наша общая планета. Радио Восток на планете Земля. С вами был Джон. Вы не можете подвонить нам. Мы не можем позвонить вам. Мы без связи. Но на одной волне. Ты что делаешь? Ты с ума сошел? Я должен мне что-то поговорить. Поговори со мной. С тобой? Я тебя вот сколько здесь вижу. Ты уже надоел мне все глаза. Промозоли. Ты меня целых три дня не видел. Врешь. Врешь. Я-то должен тебе помогать. Я звукоператор. Я работаю уже лет 8. 9, 10. Проклятый цифр. Постоянно должны помнить цифр. Возраст. Номер дома, школы. Бабушки, день рождения, папы, мамы. Номер кабинки. Когда мы вернемся домой? Скоро. Милена сказала через пару дней. Милена? Не господь бог. Значит, что-то пошло там не так? Все пошло не так. Все. Мы родились, стали взрослыми. Все сразу пошло не так. Иди поспи. Или проверь передачи. Я и так сплю. Вот смотри, видишь, сплю. Ты спишь. Только он передачик не спит. Миллионы лет. Миллионы лет. Работает. Я договорился с одними пацанами. Здесь такая запасная дорога. Там раньше в рублях ходили без страховка. Джипперы по ней лет пять назад потали. Говорят, она еще ничего. Деньги не нужны. Джипперы туда единый включат, куда не надо. Деньги пока не нужны. Потом. Ребята надежные. Это не джипперы. Это из смертного поселка. Пацаны любят посеметь, но они плохие. Они машину дадут и проводник со мной поедет. Сейчас все рисковано. Но я люблю рисковать, если не на смерти. День 17. Мы увидели «Жигули». Девятую модель. Станированными стеклами. Она медленно подползла к воротам и вставала. Мы следили часа полтора. Из нее никто не вышел. Стану страшно. Было ощущение, что эта машина приехала сюда умирать. «Танцует», — сказал Макс. «Водить со стенки». Его пострелили. Он ходил о погоне. Наверное, помер за баранкой кровопотери. Я не знал, что подумать. Ночью мы оба не спали. Было очень тихо. Макс поставил какой-то криминальный шанс в обыклик. Пусть думает, что мы свои. Живем по понятиям. Кто думает? Он живет. Или опять звуки, которые до конца не умирают? Железные деревья. Железные стены. Железные кучи. А другое подсмены. Кавказа по берегу. В Кавказе, Кавказе, еще воде, Флориде, полной без пятой подручки. Димой на дубах. Летом, как поделки. 80 градусов. Димой на дубах. Гараж, гараж. Надо бы поднять. Я бы не походу немного. Блокий кран. Я бы не походу на дорогу. А пока не пытаюсь. Я не буду идти. Пока не затрат. Я бы не помещений. Я бы не походу на дорогу. Гараж, 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 гараж. Гараж, гараж. Привет, ребята. Как вас видеть? Как же автомат на полуды? Нам пора ехать. Ты его видишь? Вижу. Кто это? Я Арнадь. Это я вас вел сюда по недели назад, а? Помните? Брешь. Ты не Армен. Ты вообще не человек. Скажи, как меня попутят? Ты Джон. А это Макс. Макс Самойлов. Ну, где-то уже откуда-то знает. Дурак. Он. Принок. Блин. Он у твоей трубой башки. Откуда он тогда знает? Как тебя зовут? Ну, тут ты тоже знаешь, как меня зовут. Да почему мы оба его видим тогда? Ну, что у нас здесь двое? Мы здесь двое уже полжизни Дышали хлором, хлором. Дышали антеннами там. Это нефть. Надо кинуть в какие-то публики. Даже имя себе прыгает. Если вы тут шутите, да, это очень не смешная шутка. Я полдня полезу в пол, чтобы до вас добраться. Сейчас уже темнеет, нужно ехать. Грязь ночью воружил, хватит там. Быстрее поедем. Куда поедем? В город. Там есть одна хата. Вам там нужно перекаталанта по ручей. Ответитесь. Отоститесь. Это призрак. Сволочь. Он хочет нас в болоте утопить или газом отравить. Где мой противогаз? Идиот. Я подожду минут 10-15. Если вы не перестанете, ты рука валяй. Я вас силы вытащу. Это филосистик. В второй день, Желаю нужной липо-станцией противогази. Так я защищаюся от воздействия и провокwriting клуб праздник на спорте. Если бы я не писал там книг, я не вел эфир, я его тоже спят. Продукты подходит к росту, точнее, они уже подошли к ним. Но не знаю, что говорится с этой делой на нашей целом. Джонс томал приемник неделю назад, оказал, что он у нас замедлен. Сегодня, после обеда, у него произошла катачность, и он на пару часов снял противоказы. Но предупреждал, что он в какое-то время пал на эйфорию и убедил его на чей-то стыденье, точнее, в зону и текст. Это уже не ужасно. Он утверждал, что мы стали критиками и не имеем права на какое-то место. У него есть зеркало, видишь отражение, привидение не отражает на зеркала. Самое страшное, что он видит наше отражение, а я не особо. Не знаю. Может, отберет вам мнение, но мы все-таки договорились завести эту чертовую машину и валить от себя. И не имею в виду, как твой прадедушка эвакировал шутбайк 100 лет назад. И не имею в виду, как твой прадедушка эвакировал Я в полнотысно чеклубляю, что мы провели все версии, провели все известные мероприятия и даже получили официальное заключение к психиатру в институте Светского. Но куда они могли деться? Там всего одна, купилная дорога, есть несколько глуптовок, одна на свалку, еще одна. Врез. Третья дорога заканчивается по улице. Мы пригласили водолаза. На глубине двух метров, десяти метров от перегоняя по лужи красного насилия-то без номера. Автомобили ждули в девятой ладыне темно-коричневых клеток. Тела у кого не отсутствовали. Еще раз повторяю, без ледков человеческих тел. От возраста города 15 километров, 3 часа пешков. Они наверняка вернулись в город. Не увидели, что они в городе, и они в общем-то опасны. Они наверняка пережили плотко мочить шок и восстаневать людей, как рождественных призраков, которые на людей, из этих колокольчиков, оттенны и излучателей. Это следует из анализа корректа Седакиси, звенековедущая радионтор Максима Замарова. Мы ищем. Ищем. Пока перед результатом. Но мы найдем. Обязательно найдем и поможем им. Обязательно поможем им. Как же мне не уверен, что когда приходит весна, Ищем. Степные зайцы собираются в окон за поведом. Шаман стармите. И начинают стучать лапками по земле, прогоняя полы. Снег и зимний снег в горе. Они стучат по три раза. Дом, дом, дом. Точно так же, как это делают шаманы колодушкой по своему упору. Они звучат долго, полегровенно и выпивают от всей души и сухую песню. Песню, которую призывает весны. Да, это правда. Я верил, что это чистая правда. Это все объясняет и дает надежду. А вы все теперь знаете. Все становятся шаманы и вывездают силы простыми. Музыка. 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 Музыка.